Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 898. Событие дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Эфесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 1 июня 2018 года. Рахиль Загидулина. Слава Христу за вас, Отец Игнатий, каждый день с вами. Ну, мы с вами, Рахиль, со всеми. Лидеэм, США. Дорогой, дорогой Игнатий Тихонович, Последние дни так хотелось написать вам несколько слов о сочувствии. Такие потери. Три большие потери, и все в один год. Но вдруг стихотворение Пастернака, это я послал ей. И в этом ваша победа, и слава Богу за все. Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под ней протекал кедрон. Лужайка обрывалась с половины. За ней начинался млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был щей-то сад, надел земельный. Учеников, оставив за стеной, он им сказал, душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства. И был теперь как смертное, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для жилья, для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтобы эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их, вас Господь сподобил, жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. Сейчас сына человеческого пробил, он в руки грешников себя предаст. И лишь сказал неведомо откуда толпа рабов и скопища бродяг, огни, мечи и впереди Иуда с предательством лапзанем на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек. Но, слышит, спор нельзя решить железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги засеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне носут, как баржи каравана. Столетия поплывут из темноты. Борис Леонидович Пастернак, 1949 год. Вот он когда написал, мне было 10 лет. Ксения Юрова. Мир всем. Вчера вечером Марина Христенко с дочкой выехали в Москву. Там у них пересадка на поезд до Корчино. Ни у кого нет новостей, как они добрались. Может, есть номер телефона Марины? Елена Пауэр. Ангела-хранителя в путешествии Марине с отчадом ее. Ксения Юрова. Слава Христу, они в Москве. Доехали. На таможье 6 часов ждали своей очереди. Марина купила сим-карту в Москве. Оператор Билайн. Валентина Стартистон. Мир всем. Слава Христу. Сообщайте, пожалуйста, о дальнейшем перемещении Марины с дочкой до прибытия к месту. Мы все волнуемся и молимся. Вера Митрохина. Спаси Христос вас за молитвы. Она с дочкой. Прекрасно себя чувствует. Голос бодрый, веселый даже. Сейчас на вокзале ждут поезд, который отправится в 18.50. Валентина Стартистон. Время московское, Вера. Да, Ксения. А в Корчино будут воскресенья. 3 июня в 6.11 утра. По местному. Или в 2.11 по Москве. Елена Пауэр. Так и на литургию попадут. Здорово. Вера, ты не приезжаешь ли я там в Потеряевку? Вера, нет. Но буду им всем звонить. А так бы хотелось. Елена Пауэр. Ну ничего, может как-нибудь соберемся. Вера, на все святая воля Божия. Может и поедем. Валентина. Молодцы. Я им завидую. А до какого времени они планируют быть в Потеряевке? Вера, все лето. Елена. На лето говорили? Да. Вера. И я завидую. Хоть и говорят, что нельзя завидовать. Вера. Да, на лето. Елена. И я. Ксения. Ну тогда и я тоже завидую. Вера. И хотела написать, что Ксению и Юру возьмем с семьей. Валентина. Я в России буду с 8 июля по 27 июля. Если живы будем и Богу будет угодно, то возможно и встретимся. Елена. Так намало едете издалека? Вера. Я в этом году точно не смогу. А на следующий год Господь управит. Весело нам будет, если все вместе соберемся. Валентина. Я привязана к поездке дочки с семьей. А они к каникулам. Одна я уже не рискую ездить на дальнее расстояние. Елена. Ясно. Но школа-то в сентябре или отпуск маленький? Понятно. Вера. Скоро наша Наталья Устатая поедет. Вера. И мы только ролики будем смотреть. Вера. Игнатий Тихонович. Я вам всем звонить буду. Ксения. Игнатий Тихонович сегодня весь день? В скайпе? Нет. Надеюсь, у него все нормально? Вера. Хоть бросай все и по шпалам догоняй пояс Марины и Полины. Елена. Вера. Как у тебя отпуска уже нет в этом году отпуска? Можно и в августе. Валентина. Раньше, с 2007-го, я ездила каждое лето на три месяца, пока мама и сестры были живы до 2013-го года. Последний раз была в 2015-м году. У нас каникулы заканчиваются в начале августа. В Игнатии Тихоновича сегодня интенсивные сборы. Не до скайпа. Помоги ему, Господь. Елена. Слава Господу нашему. Вера. Нет. Я завтра на новую работу выхожу. Да и супруг меня от себя ни на шаг не отпустит. А он у меня неверующий. Сергеем зовут. Может, возьмёте его на крылья своих молитв в обращение? Может, Господь его обратит? Обрати его, Господи. Сергея или Сергея. Елена Фавр. Возьмём, понятно. Вера. И уверует во Христа, Спасителя нашего. Да и сын Даниил, тоже неверующий. 15 лет парню. Елена. Господь всё может. Вера. Спаси Христос вас, мои родные. Я верю и надеюсь на их обращение. Елена. Благодарим Господа. Сергея Игнатова. Спаси Христос. Связь с Мариной по скайпу на любом вокзале, где их поезд будет стоять. Елена. Записала себе Сергея и Даниила. Спасибо, Господи. Обрати. Валентина Сортисон. Призри, Господи, милостивная Сергея и Даниила. Даруй им обращение ко спасительной вере в Тебя и приведи их к вводам истинного крещения. Да будет святая воля Твоя. Аминь. Ксения. Прошу молитву и об обращении моего старшего сына, 16 лет, Матфея. Вера. Марина говорит, что со интернетом не разобралась. Не знает, что за тариф в сим-карте. Елена. Ну и Матфея на молитву возьмите. Господи, обрати Матфея. Вера. Красивое имя Матфей. Анастасия. Мир всем. Зашла нечаянно в скайп, а у вас здесь сообщение интересное. Мы два года в Потеряевку ездили. Уже не представляем, как не поехать летом туда. Тянет туда. Получите это вообщение христианского, которого нет у нас здесь. Советую, если есть возможность, обязательно приезжайте. Елена. Я этим поездом ездила. Если она будет открывать скайп, то тут же и закончится лимит карты. На остановках, да, есть инет, но не совсем хороший. Елена. Вам хорошо, а из Горного раз и там. А нам далековато. У меня сестра живет в Горном. Желание поехать огромное. Анастасия. Да всего 600 километров по прямой. Вера. Занятия скоро закончатся. Что же нам делать-то до октября? Анастасия. Мы живем в 420 километрах от Горного Алтая. От Горного Алтайска. Горно Алтайска. Игнатов Сергей. Спаси, Христос. Слово «зависть» употребляем в хорошем смысле. Нам нужно заменить на простое русское «радуюсь». Я не завидуюсь чьей-то радости и счастью, а разделяю его. Вот как надо убежден выражать свое отношение к хорошему событию. Анастасия. А если только крапленый, только значит молиться за обращение. Я Матфея. Елена. Снимала на камеру все. А когда зашла на мостик, снимала. И пройдя весь путь по нему, оказалось, а камеры не снимала, а включилась только в конце. Виталий Калиников. По очереди можно считать Новый Завет. Я пока в Омске, но планирую в Потеряевку. Елена. Вот и Виталий в Потеряевку. Анастасия. Там хорошо. Елена. Да, вам хорошо. Анастасия. Там в Потеряевке у Игнатия Тихоновича никто не ходит с короткими рукавами. Все в длинных юбках, поэтому комарам тяжелее покусать тело. Практически прикрыто все. Елена. Думаю, никого не напугало комарам, если ехать туда. То это пшик комариной по сравнению с тем, что получишь взамен. Анастасия. У нас комаров вообще нет. Я их первый раз в Потеряевке увидел. Искусали все. Ну, ничего. На следующий год собралась уже лучше. То, что я там получаю, нет нигде. Вот видите, как все-таки люди есть, которые ценят то, что они здесь получают. Вот такое дело. Валентина. Мы в июле по ягодам ходили в лес. В платьях с коротким рукавом и никакого бедствия не ощущали в детстве. А вот жажду до сих пор, ну, помню. Пили прямо из первых попавших болот. Расстилали на воду платок и пили через него. И не болели ничем. Ксения. Марина с дочкой сели в поезд. Все хорошо. Слава Христу. Отдельный низкий поклон Николаю Астахову. Николай Астахов. Всем доброго вечера. Марина села в поезд с дочкой. Встречайте, Ксения. Николай. Марина поделилась радостью встречи с вами. Только что с ней разговаривала. Очень была удивлена. Благодарности ее нет предела. Ерма. Испания. Мир вам. Нам пришло сообщение, что деньги мы выслали. Уже забрали. Слава Богу. Игнатий Тихонович, мы узнали, что в Потеряевке будет праздник. Двухсотлетие. С основания поселка. И вот что мы придумали по этому поводу. Мы изготавливаем сувенирные магнитики на холодильник. И мы сделали коллекцию специально для этого повода. Что подарить на память жителям, гостям и детям, которые приедут на лето. Но на праздник уже они не успеют прийти. И так будут уже попозднее. Игнатий Тихонович, кому мы их можем послать, чтобы потом вам всем передали? Посылаю файл, как будут выглядеть эти магнитики. Там три страницы. Посмотрите, пожалуйста. Там есть и фотографии Потеряевки и с цитатами из Библии. На другую сторону магнитика мы будем разместить информацию про ваш сайт. Контакты, как на вашей визитке. Магнитики еще не изготовлены, но мы их можем сделать и послать за несколько дней. Мы изготавливаем на продажу в основном туристические магнитики с фотографиями достопримечательностей и городов. А, например, с цитатами из Библии делаем и раздаем для знакомых. Я отвечаю. «Сердечно благодарим и столько же сердечно отказываемся. Мы боимся обидеть вас. Но мы и не знаем, что это такое. Летом тут у нас не будет. У нас самое малое. И потому мы всегда должники, считая в телесном и духовном. За всю вашу помощь и доброту нам никогда уже не рассчитаться. Приглашаем вас в гости летом. Удобнее в июле-августе. Спаси Христос». «Игнатий Тихонович, мир вам, Тарусик пишет, рентгенологом, рентгенологом, рентгенологом. Ну, правильно. Мне, как православному, нельзя устроиться работать. Понятно, что там криминалом попахивает. Но всё-таки я, как православный, должен развиваться и работать больше. Так как платят мне, как врачу, у нас копейки. Зарплата за май составила 8600 с копейками. Так это на целые 25 ставки. Куда же это годится-то? У вас время есть? Ну, есть время, переговорили, ролик составили. Вера. Мир вам, Игнатий Тихонович. Мы, вернее сказать, чат по изучению Библии. Вчера волновались за вас, что вас нет в сети. А потом догадались, что вы собираетесь потеряевку. Потеряевку. Я пишу ошибку хотел, да ещё тоже сам с ошибкой потеряевка. Не знаю, правы мы были или нет. Помоги вам, Господи. Спаси вас, Христос. Я отвечаю. Я целый день был в сети. Да, завтра ехать. Дорога раскишшая. Помолитесь. Спаси Христос. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Совершенно пропал из сети Владиславов Марущак, который снабжал весьма регулярно различной интересной информацией из христианской жизни. Около года назад он выходил на меня через скайп и рассказывал о своём переходе из Рима католичества в православие. Хорошая беседа получилась, на мой взгляд. Вам он регулярно писал и вдруг как в воду канул. Может, вы что-нибудь знаете, Игнатий Тихонович? Я отвечу. С 10 октября 2014 по 28 апреля 2016 была у нас переписка с ним. А где он теперь? Не знаю. Через меру трудного для себя не ищи. И что с высшей сил твоих, того не испытывай. Серахов 3.21. Так я заглавил один ролик. Юрий Соболев. Игнатий Тихонович, актуальный вопрос. Поставим его как гипотетически. Если священник или мирянин пригласил имам на празднование праздника Увраза-Байрам, окончание поста, что должен делать христианин, а чего нет? Как молиться, трапезничать и прочее? И отвечаю. Ладикийский Собор. Правило 37. Не должно принимать праздничные дары, посылаемые от иудеев или еретиков. Не праздновать с ними. Апостольское правило 65, 70, 71. Шестой Вселенский Собор 11. Ладикийский. Собор 6.29.32.33. Я взял Владислава Марущака, что переписывались, кое-что напомнить. Благодарю за стихотворение «Храни вас Христос». Это он мне написал. Игнатий Тихонович, те ссылки, которые я вам даю о Путине, евреях, войне и так далее, без всяких претензий за и против, просто видя все это, понимая и убеждаясь в том, как в ваших роликах сказано, что то, что определенно у Бога, то и будет. И то, что евреи – это захвастка мира, и они делают то, что должны. Понимаю, что вы понимаете и видите больше, что материала, наработанного у вас, не переслушать. То, что вы и даете, думаю, примерно процентов 20-30. Слава Богу за все. Нужно блюсти православные каноны, решение вселенских соборов, нужно оказывать послушание, не надо сокращать литургию, вводить новшеств. Надо быть современными только через раскрытие святоотеческой сокровищницы. Надо быть православными до мученической жертвой, если потребуется. Не надо молиться с людьми других вер, ведь этим мы их легитимируем. Как же тогда мы дадим им шанс перейти в православие? Обратились бы в православие Плакиде, Дезей, Оливье Клемон, Дэвид Хьюстон, Серафим Роу, Скаллис Вор, Питер Гилквист. Если бы мы говорили, что их религия хороша. А что будет, если Христос на суде взыщет из нашей руки души тех, кого мы оставили в их вере? Поскольку так учила нас идея экуменизма. Павел не был экуменистом, святы отцы тоже не были ими. А мы, выходит, мудрее их. Откуда взято? Финн. Мир вам, дорогой, родной Игнатий Тихонович. Посмотрел только что ролик с последним собранием 27 мая. Так душа разболелась. Несколько дней назад была мысль написать вам простой проверенный рецепт помощи глазкам. Так, не написала, а тут слышу, и моркови нету. Глаза устают от компьютера. Может, воспользуетесь? Три цветка календулы. Нагадки. Ну, дальше прочитайте, что есть. Будем ждать вестощик от вас. Я, конечно, не большой спец. Не знаю, каким способом вы подключаетесь к интернету. Хотя телефон в деревне есть. Но даже если через симку тарифы-то меняются. Как-то бы молодежь вам подсказала. Можно же и дополнить симку с удобным тарифом купить. Тоже не знаю. А входящие звонки на стационарные и сотовые телефоны в своем регионе бесплатные. Тоже не знаю. Или я вообще мимо. Вчера такая тревога была. С душе с утра. И вас в скайпе не увидело. Вы же в медцентр собирались. Эти какие-то странные люди у дома. Да и я с домашними слегка поспорила. Что ты, говорит, для всего своего деда смотришь-то. Крыша поедет. Господи, говорю. Знали бы вы, как этот дед, как вы его называете, насколько неравнодушен, трудится всеми знаниями, навыками, Богом данными, делятся день и ночь, чтобы люди не потеряли жизнь, не пропали, а встретили Христа. Так что это верный способ крышу, в кавычках, сохранить. Тяжело держать оборону, когда один сидит в компьютерной игре, а вторая смотрит по телевидению какую-то Шурыгину. Вот ведь как лукаво мозги людям затуманивают. Хранил всех Господь. Мысленно я с вами потеряю в кибуну. Не хворать. Игнатий Тихонович, дорогой, как-нибудь помолитесь за меня. Я в унынии зачастую. Помоги тебе, Господи. До свидания. Когда-нибудь, надеюсь, дорогие мои, с Богом. Я отвечаю. Благодарю за работу. Вас помню всех в молитвах. Знаете, что вам сюда разрешено приехать. По скайпу сегодня, последний день могу говорить. Так? До 10 октября. Вера. Помолюсь, Игнатий Тихонович, конечно. Помолюсь. Вы всегда в моих молитвах. Спаси, Господи. А мы вас не видели, что вы вчера были в сети. Я отвечаю. Тут ролик назвали. Стирахов 9.15. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя. А если дашь, то считай себя потерявшим. Надежда. Добрый вечер. Я подумал, что люди эти, наверное, Роман мог наговорить что-нибудь-то в милиции, полиции. И они решили посмотреть. Он мог сказать, чтобы не говорили, что он сказал. Благослови, Христос, вас на поездку, а также с наступающим днем деревни. Спаси, Господи, Христос. Спаси, Христос, Надежда Рустик. Мир вам. Прошу помолиться за меня. Я в понедельник пойду в Донецк, в СИЗО, разговаривать за работу. Игнатов Сергей Егорович. Мир вам. Да прибудет на всех участниках сайта по изучению Евангелия благодать Святого Духа. Да хранит Господь нашего духовного Отца и наставника во Христе Игнатия Тихоновича. От всякого зла и нечистой силы во славу Божию. Аминь. Виталий Калиников. Матфея берет 7 глава и решил, что... Ну, видимо, к этому полагает, что относится. Всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сие слова Моисея и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ удивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники-фарисеи. Матфея 7 глава. Евгений Трапко. Изучаю духовные труды старообрядческого писателя и апологета Мельникова Федора Ефимовича. Блуждающее богословие. Краткая история древнеправославной старообрядческой церкви. Много размышлений. Игнатий Ефимович, вы знакомы с трудами Федора Мельникова? Я отвечаю, знаком. Более 50 лет. Ну, вот так. Можно немножко на наши ресурсы глянуть. Так, что-то тут показано. Итак. Ну, посмотрим. Вот мой мир. Мой мир. Вчера тут меня побоялись даже, что, дескать, вот видишь, что кто-то взломал, взломано. Так, подумали, закрыто переменить. Кое-кое-как переменил пароль. Вот сюда можно писать. Очень удобно здесь. Вот сейчас тут уведомления, кто сейчас смотрит. Вот проповедь понравилась Александру Марьясову. Елене Ведокимовой, тут омущенники. Наталье Чернова и Ирине. То есть смотрят. Геннадий Стукавов. Вот так. Ну, и дальше идет у нас ленточный православный форум. Ленточный. Очень удобный. Очень так грамотно составленный. Я вот смотрю, вот другие, где форумы, даже близко не подходят. Настолько наш хорошо составлен, профессионально. И легко искать. Поисковики разные. Тут общий поиск. Поиск по темам. Ну, правила тут форума, участники. Все здесь на одной строчке. Ну, и дальше наш большой видеоканал. Вот уезжаю. Сейчас 11 260 роликов. Вот так. Даже боязно открывать. Вот что новое. Тут с хулителей заходят. Это что у нас здесь? 13 дети. Это наш сайт. Нет, что-то не то. Не на ту нажал, видать, дети. Лагерстан. Нет, все так. Как же так? Непонятно. Может, я ошибаюсь. Здесь не дети уже. Почему-то там много оставалось. Куда это делось? Дети. Лагерстан. Ну, я так и считал, что у меня тут недоработано много. Вот оно. Открылось. Чуть не ушел за страницу. Вопрос. 2775. 13-й том, открытый муком. Вы говорили, что без физического наказания невозможно воспитание детей. Так какие же конкретные наказания существуют и поныне в вашем детском лагере в Стане? Ответ. Физические, значит, связаны с телом, а не только с душой. Златовус поясняет, что тело и душа так крепко связаны, что наказывая тело, мы вращуем душу. Дети страшно развращены, неумны, неприспособны к жизни, пакостливы и трусливы. Если в стране официально признают, что наркоманов не менее 6 миллионов, а воров почти каждый, то дети – законные сыновья и дочери этой порочной среды. Нынче у меня была в лагере девочка девяти лет от рода Женя. Она матерится. И что я должен делать с ней? Она со стола прячет хлеб в свои карманы и бросает куски в туалет. Она заходит в туалет и до трехсот бумажек белой бумаги сразу же сбрасывает в яму под себя. И такое не один раз. Она никакой работы не хочет делать. Даже ягоды, клубнику, малину, смородину, черемуху не хочет собирать. Стоит столбом в своем красном платьишке с оборками. Лжет умелый на каждом шагу. Написала мне подметное письмо с гадкими словами. Печатными буквами написала. «Лагерь для меня – ад! Лагерь я ненавижу!» И десять восклицательных знаков. Пришлось сделать почерковедческую экспертизу и выявить ее, ибо она заперлась намертво. Когда все дети и взрослые подтвердили, что она это написала, только тогда она осозналась. Стали разбирать по часам жизнь в лагере, когда бы ей было плохо. И она подтвердила, что такой минуты здесь не было. А как же могла ненавидеть гробовое молчание? Мать ее позвонила из Ишима и предупредила о таком ее характере. Что бы вы стали делать с ней, чтобы и других детей не заразить ее влиянием и не дать ей совсем погибнуть? За ругань матерки наказал крапивой по губам и по ногам. А вот с бумажками сложнее. Вынес газету перед строем, развернул пять полос газетных. А потом разорвал пополам. Дети подтвердили, что теперь десять листов. А теперь переломил, разорвал еще раз. И получилось по размеру туалетной бумажки. Восемьдесят листков. Далее отдал ей их. И она должна была залезть на Вавилонскую башню, там у нас называется, высотой до трех с половиной метров. И разбрасывать их, чтобы они летели. И она любовалась, ими раз в туалет сбрасывают. Ну, пожалуйста, тут не в туалет. А потом собрать их. И так до обеда. Если не будет хватать скольки, столько и горящих. Крапивой, поляшком. И что бы она не лукавила, поставил двух добровольцев, волонтеров. Что бы наблюдали за ее работой, качаясь на качелях и в тарзанке, играя на буме. Она наигралась до сыта. А в туалет ей запретил ходить, так как она лишала весь лагерь туалетной бумаги уже несколько раз подряд. Ей он назначил двух сопровождающих. И она по нужде уходит с лопатой за старые стены коровников в густые кусты крапивы и там зарывает. В столовую ее отсадили на отдельный стол и еда без хлеба, потому что не раз бросала хлеб в туалет. Очень даже действенны. И все довольны, и она смеется. Это тоже физическое наказание. По лагерному уставу вещи не должны оставаться за пределами лагеря стана. Но дети постоянно забывают свою одежду и обувь, как вне стана. Один из дежурных по столовой обязан трижды в день и даже четырежды обходить с наружной стороны ограду стана и собирать вещи. Когда же помолились и сели за стол, вот тогда и выносится забытое. Хозяин определяет свою вещь или ему подскажут, пока ничейных вещей не нашли. Он обязан выйти из-за стола и оббежать лагерь трижды, размахивая вещи над головой и кричая «я забываю вещи за станом». Что не успеют съесть после того, как оббегут лагерь-то, а выходить из-за стола нужно со всеми вместе, то им в животики-то не попадет. Очень действенны. И дети начали подбирать за собой. Это же касается вещей, которые остаются на территории стана на ночь. Попадают под дождь. Родители довольны, и дети смеются. А один круг вокруг лагеря – это 182 метра. Итого три круга равняются 546 метров. Физическое или духовное здесь воспитание. Все обязаны иметь носовые платочки. Как только совершили молитву за стол, так идет разбор четырежды в день. Как вел себя, как работал. И тут же наказание. Если нет платочка, то нужно бежать к тополям на расстоянии 252 метра. Сорвать один листочек разового пользования. Платочек называется. Те же полкилометра получаются. Тоже очень действенны. Все это физическое наказание. После купания дети обязаны бежать бегом от пирса до качеля. Это расстояние 298 метров. И в один конец. Если кто-то не бежал, то ему снова туда и обратно бежать. Тут побольше прыгать придется. Вот когда идут купаться, идти только шагом, чтобы не спотеть. А обратно, чтобы согреться бегом. Но детям это не в беду. Кто не может бежать, тот и купаться не будет. У нас лагерь не оздоровительный, а трудовой. Больных не принимаем. А если попали к нам больные, то живут по общему режиму. Не выгоняем, только на солнце. И работать не посылаем, когда они не домогают. Также больные ходят босиком. Также на молитву собираются. Если на костре во время пения разговаривают, мешают другим, то обязаны зайти на третий этаж ограды, где две параллельные жердочки связаны. И там у столба сидеть. Туда ему картошку принесут. Очень даже поучительно ему. До колодца от кухни лагеря Стана 328 метров. Обязаны все утром пойти туда и принести хотя бы литровую баночку воды. До кострового вигвама 288 метров от лагеря. Это уже для работы по подготовке кострища. От лагеря до скворечника, где просмотр фильмов 302 метра. При случае приходится пробежать. Воскресное катание на лошади. Один утрак сел на борт в телеге. Тут же ссадил его и он уже не поехал на экскурсию. Если одни едут верхом, а другие не должны вылазить за ограду бума. Нарушитель лишается поездки верхом. Это же и на лодке, и на плоту. Везде у нас уставы и строгая дисциплина. Все под полным контролем. Кто любит спать при просмотре фильмов, тех и не берем с собой. За плохую работу, лишение первого или второго за столом. Драчунов накажу о войске. Чемпион был в этом году Никита, восьми лет. Они постоянно дрались, толкали друг друга с Артемом. Разъединил их, наказал за приближение одного к другому. Не помогло. Батюшка посоветовал связать их. Надел на них веревочку. И так они и ходили, связанные длинной бечевкой. Это около недели. Ели из одной чашки. Предупредил, что если будете дальше драться, если, то будут есть одной ложкой. А потом и пить из одной кружки. Драки прекратились. Еще увел их на особое место с мягкой травой. И там устроили борьбу. Кто кого победит. До всех наказаний ты не перечислишь. Они должны быть неунизительны и адекватны к проступку. Евреям 12.7. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Притча 13.25. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Серахов 37 стих. Поблажающий сыну будет перевязывать раны его. И при всяком крике его будет тревожить все сердце его. Вот я не знаю, как будто считал или нет. От слова Бранова страдает воротник. Он испохаблен ртом от плоти своенравной. Гнев косоротил губы. Во внутренность проник. Воссел царем в телесном грязном храме. Нет, слово скверно не просто связка слов. Но это бунт, бестормозные мысли. Они от демонов, исполнив роль послов, без свежести заразные закисли. Слова о детородных членах и блуде выплескиваются из душонки душной. Невыполнимые привыкшие балдеть, а слушать их противно страшно скучно. Привыкшие к матерным словам не отойдет от этой пакости и заражает ближних. Таким же обалдуем сын у них растет. И ту же падать жрет, с усладой лижет. Есть речь, наполненная Библией бесценной. Стихи и главы сыплет наизусть. Спокойно сказанная прошибает стены. И на врагов она наводит жуть. Ивангельские мысли о спасении, о рабстве, праведности ради доброты. Сквернавцев разбивают, бьют о землю. Слова сии возвышены к небесам впритык. Я ненавижу черные слова, язык блудящих отвергаю сходу. Лишь пасть раскроют и начнут блевать. Такая, мол, теперь повсюду мода. А демон радуется, тянет за язык, саделавший его лопатой грязной. Все от избытка в сердце так привык. Слова паскудные сто крат вреднее праздных. Христианин не может осквернить язык и разум звуками бесчестия. Род сквернословов пакостный парник. Им в сердце верных не найдется место. 17 июля 2005 года. Игнатий Лапкин. Все на этом.